Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан. Как ваши дела? Вы наверное уже знаете, что 13 сентября у Димаша пройдет концерт в городе Астана. Так вот, если у вас есть проблемы с приобретением билетов, можете обратиться лично ко мне. Ссылка на мой телеграм в описании. Также подпишитесь на наш телеграм-канал, там вы найдете единомышленников, возможно попутчиков на концерт, а может быть и лучших друзей. Судя по первой реакции Дэниэла, вам он очень сильно понравился, поэтому я решил сразу же перевести его следующее видео. И перед началом реакции хотел бы порекомендовать вам самые крутые курсы по изучению английского языка Skyeng. В Skyeng вы можете заниматься где хотите и когда хотите. Для этого вам всего лишь нужен интернет. Также вы можете сами выбрать себе преподавателя. Первый урок будет бесплатным. Это мой личный совет как учитель английского языка. Переходите по ссылке в описании и получите скидку в целых 20%. Ну а мы начинаем. Хей, добрый вечер. Я так рад видеть вас всех. И сегодня у нас будет реакция на грешную страсть. Мое первое видео с Димашем получилось очень успешным. Так что мы сделаем еще одно. Я бы хотел немного поговорить о моем первом впечатлении и ответить на некоторые ваши комментарии. Насколько я понял, у него очень много фанатов. Диарс. И я тоже фанат его голоса и его музыки. Я даже немного изучил его биографию. И он оказался чудесным человеком. Я, конечно, не знаю его лично, но судя по тому, что о нем говорят, он очень хороший человек. Я рад, что слава не вскружила ему голову. У него же там целых 8 октав. Такой превосходный вокальный контроль. Он из музыкальной семьи. Он владеет различными музыкальными стилями и жанрами, которые он объединил в один уникальный стиль пения. И мне это очень нравится. Потому что я думаю, что классическая музыка сильно недооценена. И когда у нас есть такой артист, который настолько знаменит и популяризирует неоклассическую музыку. И я еще видел комментарии, в которых писали, что он самый лучший певец в мире. И с этим я не согласен. И я не хочу сказать, что он не величайший артист. И настоящая загадка в мире музыки, судя по тому, на что он способен. Все, что я хочу сказать, это то, что музыка — это субъективное переживание. Вы не можете сделать ее объективной. Я приведу вот такую метафору. Представьте, что вы пошли в музей. И перед вами величественная картина. И вы видите на ней красивые, изощренные детали. И каждый раз, когда вы смотрите на них под другим углом, под другим светом, вы находите что-то новое и что-то еще более ценное. И чем больше вы изучаете эту картину, тем больше очаровываетесь ее красотой. Но если вы немного отойдете от этого произведения искусства, вы увидите и другие картины. Намного меньше, намного простоватее. Но если они вызывают у вас определенные эмоции, и вас цепляет то, что хотел этим передать художник, как будто бы это воздействует лично на вас. И никто не понимает то, что видите вы. Потому что это ваше личное восприятие. И я надеюсь, вы не убьете меня после этого. Напишите мне свои мысли об этом. Надеюсь, вы поняли меня правильно. О, если б знала ты, что мне нужна, Только ты одна Это дыхание Уже мурашки У него такое устойчивое вибрато Были ночи без сна Но в стуже сердце озарило, как весна Только ты одна И тут дыхание Долгим огнем пылать в англии И мне на азье Отличное завершение Это становится мощнее Чувствуете это? Ночью и днем сгорать В костре грешной страсти Ночь замкнула ресницы У него такой замечательный головной голос И вокруг тишина Забыты звуки, руки, лица Мне нужна Только ты одна Прекрасная подводка Этот разрыв Отличный выбор То, как он коснулся ноты Это прекрасно А теперь он заполняет это пространство Ох, этот белтинг Ночью и днем сгорать В костре грешной страсти Обожаю эту гласную А вот и началось Мы еще об этом поговорим Боже ты мой Господи Опять мурашки Это дребезжание Вокальная трель Это ж настолько контролируемые разрывы То, как он атакует ноту И то, как он это тянет Какая же интонация Вот этот его поток О небеса О боже мой Я про вот этот момент в конце Это же такой потрясный момент Когда ты заканчиваешь песню Ты словно чувствуешь, как опускается занавес Не в прямом смысле Просто внутри себя Это чувство полного отключения Когда поешь что-то такое эмоциональное То после тебя охватывает Всепоглощающее чувство катарсиса Я даже боюсь представить, что сейчас чувствует он Спев вот такое Это было чудесное Чуп чудесное выступление Давайте перейдем к анализу Ты явилась нежданно Как из лунного сна Здесь используется техника из поп-стиля Это такая подводка Это не сильный звук Это очень нежный, деликатно наложенный звук Мы слышим его Но не на всю ширь Отличное вступление Как из лунного сна И здесь еще это мягкая работа с микрофоном Он немного отодвигается от звука Чтобы вы больше привязались к нему В течение всего выступления Между вами образуется связь И когда он немного оттягивает микрофон Вы чувствуете это И вы такие Нет, нет, не уходи Будь к нам ближе Это же так изобретательно Вроде такая незначительная мелочь Но какое большое влияние на зрителя Его интонация просто льется Все настолько плавно Ничего не торчит Нету обрывов Все очень гладко Такая нежная волна музыки И мне это по душе И у него такое ровное вибрато В этом звуке Это такой яркий звук И в нем есть эта пронзительность И мрачность На языке цветов Это такой мутно-желтый цвет Потому что здесь чувствуется Это темная аура Вы знаете, это как будто солнце светит И все хорошо Но я не чувствую это тепло и свет Потому что эта музыка Несет другую эмоцию И все это может быть спрятано В одном лишь только звуке И я обожаю такое стилистическое пение Потому что через инструменты Вы можете изменить только звучание Какие-то определенные ноты Но инструмент есть инструмент А вот с голосом можно делать Различные манипуляции И звуки становятся такими уникальными И он использует все эти подтексты Поверх своей и без того Прекрасной музыкальной оболочки Но в стуше сердце озарило Как везда Только ты одна Так тихо Отличный выбор Да и этот вдох Он здесь неспроста Он тщательно подобран Это не просто вдох В этом отрывке Он делает этот вдох намеренно Это сделано специально Чтобы добавить эту атмосферу Которую он создает Именно в этом моменте Вот здесь Это же такой широчайший звук Это не просто наращивание звучания Мы уже все привязаны к нему Мы все сейчас ведомы им И здесь мы начинаем бежать за ним Хотя до этого мы все шли спокойно Он вел нас буквально за ручку И вдруг он делает этот неожиданный рывок В эту высоту Чтобы все достигли высшей точки Ночью и днем сгорать В костре грешной страсти И у него такой красивый тембр И это тоже прекрасный выбор Потому что после того Как вы почувствовали этот подъем Он вдруг переходит в свой головной голос Который очень легкий и нежный Похожий на тот, который был в вступлении Но здесь у нас другой регистр И другая текстура Соответственно, у нас возникают Другие ощущения И мы вправду познаем его музыку И познаем то, что он хочет нам сказать Это и есть признак величайшего музыканта Единственного в своем роде Опять возвращается к этому дыханию Хороший выбор Классный треугольник Вот этот очень нежный звук Он настолько легкий И такой воздушный Чувствуешь себя словно на облаке Это так проникновенно А тут у нас Тут у нас уже техника в поп-стиле Такое плавное легато С этим мощным звуком В его смешанном голосе Он сейчас создает все эти текстуры И потом метается между ними Настолько безупречно Я это прям обожаю Я в восторге То, как он разговаривает с аудиторией На языке своего тела Это невозможно не почувствовать А ну-ка, стоп Вы слышали эту нежнейшую закругленную R? Она так идеально перенаправляет нас На следующую ноту И это так... Так... Блин, это неописуемо Вот это Мурчандо Здесь было не так много дыхания Здесь он пошел в направлении поп-жанра Через маску Через носовую перегородку И это было так... Так идеально Вы просто послушайте это Это получилось таким волнистым Что-то вроде... Это как лист на ветру Которого бросает из стороны в сторону Это очень похоже на Сварцандо Внезапный резкий акцент Но при этом это было настолько нежно Это было сделано с такой точностью и заботой Я глубоко, преглубоко восхищаюсь его контролем И его способностью покорять любой регистр Красивая, плавная фраза Да, вот этот момент В первой ноте у него был классический стиль А на следующей ноте прозвучал попсовый болтинг Вы видели, что он здесь сделал языком тела Он держал вот так микрофон И в тот момент, когда музыка начала нарастать Он будто переключился и вытянул руку Сейчас его взор направлен на всех нас Это уже не сокровенный разговор с самим собой Сейчас он хочет поделиться этим с нами Прямо перед тем большим моментом И здесь это не грубая сила Это мягкая сила Мягкая сила это Это такой направленный звук Но это фальцет И все с той же степенью точности и аккуратности Все так соединено Давайте-ка я скажу об этом пару слов Здесь он сделал этот вдох И даже при том, что этот вдох срезал ноту Это все равно была правильная расстановка дыхания Я даже не услышал этого, когда слушал его в первый раз Потому что это было так бесшовно В этом виновата его вокальная техника Он намеренно хочет, чтобы мы услышали все эти специфические звуки И эти хроматизмы А сейчас у него это широко открытое тело Он будто раскрывается Это очень похоже на Фредди Меркьюри Я думаю, что Фредди был одним из самых величайших шоуменов всех времен И я читал где-то в комментариях, что Димаш был вдохновлен Куин В плане музыки Димаш выступает в роли лидера Мне аж хочется встать и пойти за ним Это такая увядающая нота Это же невероятно Вот эти его вокальные трели То, как это постоянно прерывается Это же безумно сложная техника Я встречал только одного вокалиста в своей жизни Кто был способен сделать такое И этот вокалист был из Африки Я точно не уверен, где он этому обучился Но это очень мудреная техника До этого мы были с вами на облаках Но сейчас вокруг нас такая теплая среда Что-то типа прогулки в пустыне Вот такое музыкальное приключение Я не могу это точно объяснить Потому что это мои чувства Какая же у него вокальная техника Это что-то с чем-то И мне нравится, что у него такой Крайне замысловатый стиль То, как он использует динамику божественно Смотрите, смотрите Перед тем, как взять вот эту ноту Вы видели это в его глазах? Этот необозримый фокус Мне нравится то, как он подходит к самой музыке Он телепортирует себя в другое место Его брови нахмурены И его глаза сосредоточены Он уже построил вокруг себя целый мир Он сейчас не выступает перед этой аудиторией Он сейчас в своем мире Построенном по мотивам этой песни И он точно знает, что он видит перед собой И с кем он разговаривает Это глубоколичное выступление перед самим собой Есть только он и эта песня Вы слышали, как он воспроизвел этот звук? Он словно сжимает этот дифтонг в самом конце Не в том смысле, что это было грубо Я уже не знаю, какими словами его еще осыпать Но ведь это так удивительно Когда каждая крохотная деталь так тщательно подобрана Отличный болтинг Вот это наращивание Нифига себе Он просто берет и тащит эту ноту все выше и выше И чем выше эта нота, тем она более впечатляюще звучит Обычно, чем выше мы идем, тем нота звучит слабее Но этот парень не пальцем деланный Боже мой Как же он здесь прозвучал И вот это попсовое звучание Я не знаю, сколько раз я еще буду это слушать Но я просто обязан это сделать Это ж такое славное поп-звучание И все настолько плавно Он здесь не дышит Это все было так непрерывно Мне кажется, его же гитарист не слабо так подохренел Я не устаю восхищаться Его техникой, диапазоном и контролем И его музыкальностью в целом Он неоспоримый артист В нем есть эта таинственная сила Которую он излучает ярким светом Это пока лучшее, что я слушал за последнее время Его голос — это сила, с которой стоит считаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok